Доброго времени суток, уважаемые зрители телеканала Каспорт. Мы продолжаем серию интервью с нашими спортсменами, руководителями федерации, тех, кто занимается именно нашим отечественным спортом. Сегодня у нас в гостях мастер спорта международного класса по шортреку Денис Никиша. Денис, добро пожаловать. Здравствуйте. Давайте прежде чем о насущных, вот сейчас о делах нынешних поговорим, как подготовка к сезону совсем скоро стартует, вы тем более ударно завершили прошлый год. В этот сезон мы начали очень-очень бодро. Мы уже провели около трех-четырех сборов, тренировочных сборов. И я скажу, что в этом сезоне мы работаем намного тяжелее, чем в прошлом сезоне. У нас закладывается, в нашем виде спорта закладывается лето, это база наша основная. И от нее зависит весь сезон. То есть я помню предыдущий сезон и результаты предыдущего сезона, они были очень хорошими. С улыбкой на лице я вспоминаю об этом. И я могу сказать, что нынешний сезон, который будет, начинается с октября месяца в Канаде, первый этап Кубков мира, я думаю, что этот сезон будет еще лучше. Вот бытует мнение же, что те, кто занимается зимними видами спорта, да, они летом отдыхают. Это у них полноценный отпуск, но это не так. Нет-нет-нет, это совсем не так. Зимой мы уже выступаем на соревнованиях, а чтобы хорошо выступать, нужно подготовиться к соревнованиям. И нам приходится, начиная с конца апреля, все, мы включаемся, у нас тренировки. И вот прям до самих этапов Кубка мира мы тренируемся. То есть конец апреля до начала октября. Ну посмотрим, как вы готовились, тем более вы вот так с улыбкой рассказываете, что действительно подготовка идет и уже не терпится, наверное, на соревнованиях ходить на лед. По льду мы соскучились. У нас только прошлый месяц это был первый тренировочный сбор. Мы были во Франции, мы вышли на лед. Очень с нетерпением я ждал этого льда, этого сбора. Сейчас уже тренировки стали тяжелее. С каждым сбором тяжелее и тяжелее. Уже не охота на лед выходить, из-за того, что тренировки тяжелые. Но это все шутки. Конечно, я жду сезон. У нас большие цели, высокие цели. И мы работаем, целенаправленно идем. У нас подход намного серьезнее, чем был в прошлом сезоне. У нас укрепился тренерский состав. И все знают о наших целях. То есть не я один чего-то хочу, а вся команда, весь тренерский состав знает наши цели. Поэтому мы все вместе, как единый кулак, идем к этому сезону. Все мы знаем, как дети приходят в массовые виды спорта, в командный, в футбол, в хоккей. Как ребенок, именно Денис маленький, решил заниматься шорт-треком? Какая бежность? Ох, это было прекрасное время. Это был город Кустанай, откуда я родом, где я родился. Я учился в первой школе. Это был четвертый класс, 2006 год, если я не ошибаюсь. Четвертый класс, урок физкультуры. Пришел какой-то парень и девушка. Непонятно, что объясняют, коньки. Это в данный момент мои тренера. Гамидов Петр Алиевич, Гамидова Ксения Сергеевна. По сей день, 17 лет мы вместе с Петром Алиевичем. Я до сих пор на контактах, он сейчас работает в федерации. И как это произошло? Пришли на урок физкультуры, говорили, бесплатно покататься на коньках. Вот для ребенка бесплатно покататься на коньках. И первый набор был практически 200 человек. Там от 180 до 200 человек набрали они. И с этого набора только я один остался на данный момент. Вот 17 лет прошло, я до сих пор в шорт-треке. А был ли вид спорта, в котором вы тоже могли бы оказаться, если бы не коньки, то каким бы видом спорта занимался Денис Ильич? Я занимался плаванием около трех лет. Но гайморит, тем более в раннем возрасте, в детском, гайморит это вообще легко. Легко можно было его заработать. Соответственно, я заработал гайморит и как-то вот ушел из спорта, из плавания. А плавание мне очень нравилось, у меня очень хорошо получалось. У вас семья вообще спортивная или вы единственный спортсмен? Нет, я единственный спортсмен, прям который профессиональный спортсмен. А остальные это все педагоги. Вот в этом направлении более такое научное чуть-чуть. Ну вот как раз-таки педагоги, наверное, и помогли вот эту спортивную дисциплину вам соблюдать. Я не могу сказать прям точно, кто помог. Я думаю, это со временем как-то вот дисциплина, характер, стержень спортсмена, какой-то стимул, стремление к чему-то. Это все, все по чуть-чуть, ну, именно мне нужно было. И это все закалилось во мне. И вот я сейчас тот, кто я есть. То есть это огромный путь, 17 лет, то есть с 2006 года были разные моменты. Я и со спорта хотел уходить. С чем это было связано? А переходный возраст лет 15-16 примерно в том возрасте. Да зачем мне этот спорт кататься на коньках? Ну и вот что позволило остаться как раз-таки, перебороть это? Даже не могу сказать. Наверное, все-таки любил уже с детства этот спорт. Мне очень он понравился. Мы, конечно, в детстве не так быстро ездили, как сейчас. Но это даже в детстве, это был захватывающий вид спорта. Уже очень было интересно. Сейчас, конечно, большие скорости, это все более зрелищно. Но для ребенка быстро кататься на коньках, это тоже круто. Самые первые свои соревнования помните? Самые первые соревнования, я не помню, когда они были. Ну, это было в городе Рудном, какие-то детские соревнования. И там я занял второе место. Вот это было интересно. На всю жизнь запомнил. Это было спустя, как где-то я уже года два потренировался и уже поехал на соревнования. Ну и первые медали, давайте, первые награды. Самое первое, самое, ну, наверное, самое важное, да, всегда, когда вот первая медаль, ты понимаешь, ради чего работаешь, пусть и ребенком еще. Первая награда, да. Ты понимаешь, что ты работал, и ты что-то получил. Вот какая она была, первая награда, что вы выиграли, что за это получили? Детские соревнования, мы там бегали свои детские дистанции, это не как сейчас, там, 500 метров, 1000 метров. Там было что-то около двух-трех кругов. Для детей этого достаточно было. И у меня был самый младший возраст, если я не ошибаюсь. И это было, это было прекрасно победить, и потом стоять на пьедестале, когда тебе вручают медали, грамоты. Это первая медаль грамоты была. Даже до сих пор дома лежит в Кустанаве. Ну, если не брать взрослые соревнования, давайте юниорские и детские, вот помимо медали и грамоты, дарили ли какие-то подарки на соревнованиях, возможно, какой-то самый необычный, ну, принято, да, на детских соревнованиях, там, ну, условно, компьютер. Так, ну, у нас обычно дарили медали с грамотами. Что-то необычное, может, какую-то экипировку нам дарили, потому что мы, то есть я с первого потока, и мы сами развивали этот вид спорта в Кустанаве. И, наверное, это была какая-то экипировка. То есть, может быть, какие-то чехлы для коньков, перчатки, комбинезон, каска, шлем. Ну, что-то такое было, я даже не могу вспомнить. Ну, вы подытожили, что из 200 человек, которые были в вашем потоке, вы единственный, да, на самом деле шоу-треке? Да, в данный момент, да. А с кем-нибудь из тех ребят еще общаетесь? Получились ли из них, может быть, другие спортсмены? Да. Есть у меня друг, брат Коля, он в Кустанаве, Николай. Я с ним как познакомился, вот, когда мы пришли первый раз на тренировку. Ну, мы с ним там что-то поспорили, чуть ли не подрались, и мы маленькие дети. Он 94-го года, я 95-го. И мы с ним так познакомились, мы учились в одной школе. Он ходил в школу по дороге, как и я ходил в школу в ту же сторону, так же и на тренировки. И мы до сих пор общаемся. Это уже 17 лет. А в каком возрасте вы переехали уже из Кустаная? В Кустанай? Из Кустаная. Получается, практически всегда мы находимся в Астане. Тренировочная база у нас в Астане. Раньше мы тренировались с РРК. В данный момент мы тренируемся здесь, в Аллау. И примерно с 2012 года мы практически все время проводим здесь. То есть с 2012 года. А вот этот вот переход как раз-таки во взрослый шорт-трек. Были какие-то проблемы? Возможно, первые неудачи, да, которые постигли? И как вы с ними справлялись? Возможно, это не были неудачи. Это был опыт, самый ценный опыт. Вот верное слово, да. Который я сохранил, я проанализировал. Какие ошибки были допущены. Даже сейчас, когда бывает, что-то не получается. Это также опыт. Опыт, анализ. И как мы видим, опыт дает о себе знать. То есть я уже опытный спортсмен. Когда у тебя много опыта, в нашем виде спорта, это ты можешь быстро принимать решения на какие-то ситуации. Шорт-трек, он очень быстрый. Очень высокий вырубок адреналина. Поэтому бывает конек ударит, бывает стукнутся, бывает тебя толкнут. Нужно быстро принимать вот именно твоя реакция. Это, конечно, опыт закладывается в тебе. И ты принимаешь быстрые решения, быстрые действия на ту или иную ситуацию. Конечно, чем больше опыта, тем и лучше у нас. А кумиры какие-то есть у вас? В моем виде спорта у меня нет кумиров. Все соперники и партнеры? Да. Когда я рос, конечно, я смотрел на кого-то. Хотел бы... Ну вот помните кого-то? Аполлона, который вот висит у нас здесь. Это Викторан. С Аполлона мне не посчастливилось побегать. С Виктораном я побегал. Я его обогнал. Ну и все, я понял, что не надо ни на кого смотреть. Нужно развивать только себя. Себя, себя, себя. Строить из себя. То есть в моем возрасте ты уже не можешь на кого-то быть похожим. Ты уже строишь из себя чемпиона. Ты строишь из себя лидера. То есть ты уже развиваешь свои какие-то лучшие стороны. Или ты пытаешься из каких-то плохих моментов, ну технических, допустим, я говорю про технические моменты, ты пытаешься их развивать, чтобы они были в пользу тебе шли. И вот так вот. Ну, вы замечаете, что шорт-трек семимильными шагами развивается вкупе того, что сейчас активно по телевидению, да, этапы Кубка Мира показывают? И что дети идут на секции по шорт-треку? То есть массовость больше, чем когда вы воспитывались? Конечно, конечно. Популяризация очень сейчас высокая у шорт-трека. Начнем с того, что это молодой вид спорта. Относительно очень молодой вид спорта. Тем более в Казахстане. Какой-то зимний вид спорта, где нужно кататься на коньках. И все думают, что это конькобежный вид спорта. Но на самом деле мы не похожи. Даже скорость разная. И чтобы спорт очень хорошо и быстро развивался, нужны результаты. Нужно, чтобы об этом говорили люди. А чтобы достичь результатов, нужна база, нужны условия. А как ни крути, это тяжелый вид спорта. Есть очень много нюансов, как и в других видах спорта. Но из-за того, что он молодой, здесь шорт-треку не 300-400 лет, да, а образно возьмем 20 лет шорт-треку. За 20 лет мы достигли, я считаю, высоких результатов. Мы держим сейчас высокую планку в мире. Ну, учитывая, что ваш коллега и уже знаменосцем являлся. Да, да. То есть это большой аванс как виду спорта шорт-треку. Ваши первые большие соревнования уже взрослые? Если я не ошибаюсь, это был юниорский чемпионат мира в Австралии. 2012 год. Это вот первые такие большие соревнования были. А в чем феномен австралийцев? Вот, казалось бы, страна, у которой видит снега, но очень часто, да, именно в шорт-треке. Ну, это был единственный случай, когда он выиграл олимпийскую медаль. Ну, феномен? Да, это феномен. В данный момент он в шорт-треке, он все плохо. Я не знаю почему, я не знаю причины. К нам приезжал австралийский спортсмен, мы разговаривали. Ну, он говорит, что мало людей ходит, что нет таких больших стадионов, таких условий для развития спорта. Поэтому я там нюанс, конечно, не знаю. Но проводили в то время, вот они, юниорский чемпионат мира в Австралии. Вообще Австралия была очень интересна для меня. Я ее увидел. Очень красивая страна. Но я был очень такой зеленый, поэтому первые соревнования прошли так себе. Просто за опытом съездил, посмотрел. Но я запомнил эти соревнования. Особенно, как мы летели. Тобирались там около 30 часов. Командой летели? Да, да, да. А кто-то из ребят стрелял на соревнования? Нет, 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 нет. Все за опытом, как вы говорите, съездили? Да, в тот момент, 2012 год, у нас не было прям таких высоких результатов. Мы только развивались. Поэтому это 10 лет назад было. Такой уже путь проложили за 10 лет. Съездили, посмотрели, набрались опыта, как проводят соревнования, как бегают другие спортсмены из других стран. Интересно было. Вот самый необычный выезд, ну, вы сейчас про Австралию так вдохновленно рассказываете. Был ли еще какой-то самый необычный, неважно в каком возрасте, вот прям, который врезался в память? Это Австралия. Мы вылетали, было минус 40 в Астане, а прилетели в Австралию, было плюс 40. Это было необычно. А какие-то курьезные, возможно, случаи на соревнованиях? Не обязательно с вами? Было такое, что просто багаж не приходил нам. Как выкручивались, не выходили на старт? Нет, он приходил прямо, допустим, за день до старта. И наши тренера где-то искали экипировку других спортсменов, там тут же покупали лезвие. То есть у нас ботинок состоит из сам ботинок и лезвия. Ботинок мы берем всегда в рюкзак, в ручная кладь. И мы, чтобы если утеря была, остальное все можно купить. Шлем, ну, комбинезон, ладно, тоже проблема. Но если ботинки ты потеряешь, они же у нас сделаны по слепку. Поэтому ботинки – это наша самая важная часть. И вот ботинки с тобой всегда, а чемодан просто не приехал. Лезвие, комбинезон, шлем, очки, то есть экипировка ее нет. Ну, хорошо она сюда прилетала. Спустя день-два ждали, выступали. Какие воспоминания о домашней универсиаде? Домашней универсиаде, 17-й год, Алмата. Да, 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 бронзовые медали. Конечно, ответственность. У нас универсиады проводятся. Подождите, какие-то задачи ставились на эту универсиаду, что, вот, дескать, золотая медаль там? Да. Условия были? Золото было? Да, да. То есть я спринтер. Это как раз 17-й год, где я хорошо бежал спринт, то есть Кубки мира. И было золото поставлено. Там, ну, как забег, это шортрек, где-то по лезвиям бьют. И получилось взять у нас второе и третье на 500 метров. Потом на тысячу метров тоже вроде третье взял. То есть цель-то была на золото. А на золото должно было быть. Но это шортрек вот. Бывает такое, что столкновения и так далее. За это мы и любим этот вид спорта. Но мы много медалей забрали оттуда, с Алматы. Мы закончили универсиаду, сразу же на следующий день улетели на Кубки мира. На Кубки мира я тут же вот, спустя, грубо говоря, пять дней, я забрал золото. Так сказать, отыграли же. Это фортрек, да. Еще, вот едете вы на этапы Кубки мира. Задача ставится перед сезоном или непосредственно уже перед, вот в Монреаль, например, вы приезжаете, да, на этап. И перед Монреалем ставится задача именно на Монреаль. Нет, нет. Едете в Salt Lake City, там ставится задача. Задача ставится в начале сезона подготовки, в начале самой подготовки. То есть я определяю, что я хочу от этого сезона в целом, да, какие-то важные этапы Кубки мира, что я хочу. Там чемпионат мира, что я хочу общие задачи. Там задачи тренировочного процесса, какие-то поднять планку где-то, то есть выносливость улучшить, там и так далее. И это ставится вот первый месяц. Конец апреля мы начали. И вот в этом промежутке мы уже ставим задачи и выбираем направление, куда мы будем идти, в каком направлении мы будем работать. И исследуем. Вот как в шорт-треке выбираются дистанции? Вы король 500 метров, это 2022 год показал. По крайней мере, в 2022, надеюсь, вы будете продолжать, конечно. Вот как шорт-трекисты выбирают себе дистанцию, что это коронная дистанция? В детстве ничего не понятно. В детстве более-менее все бегут, да. Когда становишься чуть постарше, там уже проявляются какие-то функции у спортсменов. То есть один спортсмен любит быстро бегать короткие дистанции, то есть спринт, да. Другой спортсмен выносливый на тренировках. И ты уже понимаешь, ну, тренера понимают уже, в каком направлении спортсмену идти. То есть есть спортсмены, которые у нас многоборцы, они все могут бежать. Это вот с возрастом все проходит. И тренер видит, какое направление дальше развивать спортсмена. То есть у нас вот так происходит. Вот конкретно вы за что полюбили 500 метров, за эту скорость и за вот это небольшое количество времени, за которое нужно это все преодолеть? Есть такое мнение, что спринт намного легче тренировать и бегать, чем стайльские дистанции. Вот, давайте, развейте это. Это вранье, это ошибочное мнение. Спринт, он очень энергозатратный, очень энергозатратный. Ты когда тренируешься как спринтер, ты когда выступаешь как спринтер, получается у тебя вся энергосистема прям разрывается на тренировках. Ты тренируешь всю энергосистему. И весь организм, твой спринт, это же такое прям короткое взрывное у нас. Вот как у футболистов, допустим. Это же спринт у них, они бегают за мячом туда. Им нужно взрываться. Как у легкоатлетов так же. У штангистов тоже спринт, когда они бросают, тягают штангу. Так же у нас спринт. Просто у нас спринт не такой, что 10-20 секунд, а у нас 40 секунд спринт, 500-ка. И первые 10 секунд, это прям настоящий спринт у нас идет, анаэробный. А после этого ты уже своим функционалом бежишь, заканчиваешь дистанцию. 4,5 круга, 500 метров. И чтобы тренировать спринт, тебе он должен нравиться. Это не так, как у нас тайжские ребята, которые по полторы тысячи метров бегают. Это нужно терпеть тренировки, ехать, ехать. Это монотонность, монотонность. У нас нет. Мы спринтера тренируемся. Раз взорвался, два взорвался. Определенное количество раз по плану взорвался. Но ты должен это каждый раз максимально. Ты должен чувствовать, что твои мышцы прям разрываются в волокна. То есть люди, кто бегают, прыгают, то резко все делают. Они понимают, о чем я говорю. Вот за это я и люблю спринт. Потому что ты максимально... Вот несколько раз нужно, но тебе нужно максимально всю энергию отдать в это. Вот за это я люблю спринт. В шорт-треке много падений. Обидных случается. Имеется в виду, когда на льду, толчок, конек поехал. Ты можешь лидировать всю дистанцию. Ну, не обязательно 500 метров, там полторы. Можешь лидировать и случится перед самым финишем. У вас были такие обидные падения? Вот прям вы понимали, что сейчас выиграете, и вот этот момент случается. Было, было. То есть было и пару раз на этапах Кука Мира. Это же очень психологически тяжело потом. Если это тем более в финале случилось падение. И в финале было. Вот как справляетесь? Я ехал там то ли вторым, то ли третьим. И там полкруга до финиша, и я упал. Никак ты встаешь, расстроенный, излишься и добегаешь в финишную черту. Тебе нужно же пройти, финишировать. Не с позором же встал и ушел. Нет, нужно закончить дистанцию. Как от начала и до конца мы бежим. Меня тренер всегда учил. От начала и до конца ты делаешь. И чтобы стать чемпионом, нужно сделать от начала до конца и еще один шажок плюс. Вот это и вот. Как он меня учил этому правилу, я так и стараюсь тренироваться. Стараюсь так и соревнования бегать. То есть еще чуть-чуть нужно больше сделать, чем обычно, чем конкуренты. Насколько травмоопасен шорт-трек и какие травмы самые частые для этого вида спорта? Шорт-трек на самом деле очень травмоопасный вид спорта. Мы катаемся в одном положении, по кругу. И травмоопасен из-за чего? Из-за того, что могут происходить столкновения. Человек может не справиться с управлением конька, и у него конек может там вылететь, порезать другого спортсмена. То есть были такие случаи. И порезы, и падения, и там голеностоп растягивали. То есть это травмоопасный вид спорта. Но чем старше ты становишься, тем более ты опытным спортсменом становишься, тем все равно ты меньше падаешь, меньше травм. Потому что вот у нас сейчас летняя подготовка, и мы закладываем такие упражнения, чтобы развивать сухожилия, чтобы мы растягивали, допустим, разминка, очень хорошую разминку у нас на коленный сустав, на поясницу. То есть мы... Да и вообще опытный спортсмен, он знает, что надо сделать всегда хорошую разминку. Чем старше ты становишься, тем более легче получить травму. Поэтому мы на корню пытаемся исключить это. Хорошая разминка, выходишь на лед, ты разогретый, проводишь тренировку, обязательная заминка. Вот это вот такое правило у профессиональных у нас спортсменов. Это нужно делать для того, чтобы избежать травмы. На 500 метров на пике какая скорость, если в километрах в час измерять ее? В километрах в час... Вот на пике прям. Я думаю, около 60 километров в час. Примерно так. Это за короткую дистанцию, 500 метров, 60 на пике идет. Да. Лично давайте перейдем к 2022 году, который нас интересует больше всего. Вы прекрасно завершили этапы Кубка Мира, завоевали много-много медалей. Давайте о каждом этапе, начиная от Монреаля, да, был первый? Да, началось у нас Монреаль, Солт-Лейк-Сити. Вот как часовые поясы, за сколько Вы туда прилетаете? Как идет вопрос о климатизации? Конечно, мы стараемся прилететь как можно раньше, до начала этапа Кубка Мира. Но там есть тоже свои условия. Допустим, у нас соревнования проходят в пятницу, субботу, воскресенье. И принимающая страна, она может сказать, первый лед, который разрешают они командам, только в понедельник. То есть тоже они могут ставить свои условия. То есть команда там, допустим, Монреаль, канадская команда там живет, тренируется, они катались на протяжении всего месяца. А тем, кто приезжает, они могут сказать только в понедельник. И мы от этого и отыгрываем. Мы можем прилететь примерно суббота, воскресенье. Вот так, примерно 5-6 дней до старта. Ну, я не знаю, как у других спортсменов, но у меня климатизация проходит быстро и как бы безболезненно, можно сказать. Голова не болит, там ничего не кружится, аппетит хороший, состояние хорошее, сон хороший. То есть мне в этом плане повезло. Чем вы в полете, ну, это дальний перелет, с командой занимаетесь? Это мы можем фильмы смотреть. Не только говорю про себя, про весь состав наш. Это фильмы, книги. У нас кто-то пишет, тот там рисует. То есть чем душа пожилая, тем занимаются спортсмены. Но нужно еще уметь спать в самолете. Смена часовых поясов. Нужно быстро в самолете переключиться. День на ночь, ночь на день. А если сейчас вот у юниоров, вы участвуете, продолжаете на чемпионатах Казахстана, да, на стартах, те, кто уже наступает вам на пятки, какой-то молодой парень, который потенциально второй Денис Никиша, потому что у нас пока Денис Никиша один на дистанции 500 метров в шорт-треке. Я не могу сравнивать с собой, потому что я поехал... Нет, по потенциалу, в смысле не с вами, вот по потенциалу вы понимаете, что он может вырасти в добротного, очень хорошего спортсмена. Каждый юниор у нас сейчас сильный. И то, что они наступают на пятки, наоборот, хорошо, я наоборот радуюсь, потому что, когда ты видишь, что сзади тебя догоняют, то, соответственно, и ты начинаешь больше работать. Я же не хочу, чтобы меня юниор обогнал, правильно? Я, соответственно, начинаю больше вкладывать в тренировки, больше усилий прилагать. Я хочу от него дальше уйти. Это очень... Это прекрасное состояние, когда тебя юниоры догоняют. И ты видишь, как развивается спорт. Им тоже приятно смотреть, когда кто-то постарше выигрывает медаль. У них тоже планка задирается. То есть, когда я бегу 500, и у нас есть юниор спринтера, они видят, а, ничего себе, 39 он бежит. То есть, это возможно. Ну, чтобы не было у них головы каких-то... какого-то потолка, каких-то там рамок. И я пытаюсь помочь юниорам максимально там... Как спринтерам... Вот за советами обращаются часто? Как именно спринтерам я пытаюсь помочь спринтерскими какими-то вот такими фишками. А как просто юниорам общие ценности какие-то спорта тоже закладывать, что... что их тоже могут обогнать, что они не единственные, что конкуренция высокая. Если ты хочешь быть чемпионом, это просто так тебе не дается, это нужно работать, работать, работать. Ну, и я думаю, тренерский состав с ними тоже беседу проводит. А, так, про Монреаль Солтейк-Сити. Да. Тоже бронзовая медаль. Чувствовали, что можете больше после двух бронз? Так, в Монреале у нас была эстафета. Мы взяли серебро. В эстафете, да? Да, серебро. Там на 500 метров у меня не получилось. Мы что-то прилетели, акклиматизация, первый кубок, и как-то в голове чуть-чуть был такой хаос, не собрался с мыслями, не получилось. Потом мы прилетели в Солтейк-Сити, второй там, второй кубок, кубок мира, там было две 500 метров. Первые 500 метров у меня произошло падение. Угу. Просто у нас бывает, не справился с управлением немного. Я думаю, ну как так? Я прилетел, и ни одной медали на 500-ке, то есть за два кубка три 500 метров. Ни одной медали на кубках. Ну не может быть такое. Я сон, на утро встаю, думаю, все, последний шанс. Воскресенье, и в понедельник мы улетаем. Чувствую себя очень хорошо. прям энергия вообще, энергетический прям запас у меня такой. Выспался, прекрасно себя чувствую. Одна четвертая, полуфинал, я бегу 39, первым прихожу, уже выбежал из 40, у нас мало спортсменов, которые выбегают из 40. Все, эмоции уже думаю, ну вот она победа. И в финале допускаю тактическую ошибку, из-за этого второе место. Это я радовался, но и так же думал радоваться или сожалеть об этом. Думаю, ладно, медаль есть, все, как бы была цель, чтобы лишь бы медаль вот так завоевать, потому что когда первая 500-ка не получилась, вторая 500-ка не получилась, уже начинают мыслить, типа, что не так, почему я тренировался, что происходит. И беру 39 пробегая, думаю, ладно, все, успокойся, медаль есть, ты молодец, ты заслужил. И с этими мыслями я уехал и думаю, ничего страшного, у нас еще два домашних кубка, тем более дома, все силы оставлю туда. И с этими мыслями я тренировался, готовился к третьему, четвертому. Третий, четвертый прошел, хорошо. Ну да, в Алматы было нечто, вы собрали, ну, выражаясь языком покера, флеш-райл, бронза, серебро, золото, и вот после золота случился, наверное, самый милый момент за всю историю этапа Купа Мира. Никто этого не делал у нас в шорт-реке. Да, я вот про это и говорю, что это было настолько неожиданно, а если бы не золото, если вдруг четвертое место занятое, все равно готовы были. В общем, у меня, я взял серебро и бронзу, и у меня уже в голове был план, то есть, я это хотел предложение сделать еще за месяц до этого, у меня был план. А вам сказали, без золота нет? Нет, если бы так было, я бы не знаю, что там произошло. Был план, если я прохожу финал, беру медаль, неважно какую, все равно делаю предложение. Если не получается взять медаль, ну, бывает такое, да, не получилось. Тогда я жду, когда заканчиваются эстафеты, после эстафеты я делаю. Ну, я так думал, после эстафеты уже как-то неромантично это будет, уже как бы люди уходят после эстафеты, сразу зрители. И когда я выходил уже на финал, ну, я не думал о предложении, то есть, кольцо-то было в коротке, но я не думал бы. Я думал, конечно, только о дистанции. И мне тренер сказал перед финалом, говорит, все, успокойся, расслабься, ты уже две медали выиграл, то есть, ты уже планку как бы выполнил. Все, пробеги, чтобы ты был доволен, без суеты, чтобы все у тебя в голове, в душе было спокойно. Я вышел, так же пробежал, вроде спокойно, получилось золото, ну, и тут кольцо. Я сделал предложение. Ну, я просто по телевизору наблюдал за этим, как раз комментировали этот момент, и, ну, неожиданность была полная для всех. И вот так совпало же, что и золотая медаль, и все у вас сложилось в этом плане очень-очень хорошо. Но, давайте пожелания тем, кто, возможно, хочет заниматься шортреком, но вот боится чего-то. Что даст для ребенка занятие шортреком, для родителей, самое главное, родители же тоже наблюдают, да, за спортсменами, за динамикой развития. Ну, я не знаю, чего бояться. ну, вы сидите в прекрасном настроении, вы с такой улыбкой рассказываете про шортрек, это самая настоящая любовь, к другому это не назовешь. То есть, когда вы рассказываете про свою... А вот работа это для вас шортрек? Нет, это не работа. То есть, это, ну, можно сказать, это дело всей моей жизни, вот как в данный момент, я сейчас нахожусь здесь, я занимаюсь здесь, я стремлюсь, я хочу выигрывать, я хочу соревноваться, я хочу доказывать, я хочу побеждать, я хочу, чтобы наш флаг поднялся, чтобы я стоял на пьедестале, чтобы это видели дети, когда они видят, что у нас есть чемпионы такие, тогда они говорят, мама, я, мама, папа, я хочу быть, как он, допустим, я хочу, я хочу быть на него похожим. Вот это и мотивирует людей, это мотивирует и родители, чтобы они отдавали свой спорт. Вот это, именно победы, это самый крутой пиар для спорта. Ну что ж, Денис, впереди сезон, главные задачи свои, сезон. Я предполагаю, что вы скажете, но пусть из вашей. Я скажу, ну, это у нас обсуждалось. Задача, на прошлый сезон у меня была задача стать топ-1 на дистанции своей, на 500 метров. Она выполнена, мы ее выполнили. Было золото на чемпионате мира. Ее мы не выполнили, я стал четвертым. Но, в принципе, вся подготовка, она прошла успешно. Ну, это спорт, там разбили два лезвия, потому что, как бы я не расстраиваюсь, в следующий раз я буду умнее, я поступлю по-другому, я буду делать старт, ну, такие моменты, я буду делать по-другому. На этот сезон у нас появился глобус в шорт-треке. Первый сезон, это был прошлый, 22-й. Глобус, это когда берутся две лучшие дистанции, общий рейтинг, и он соединяется, можно сказать, сумма многоборья только между двумя дистанциями. Я хочу этот глобус. Ну, 500 и еще? Для меня это полторы тысячи. Полторы тысячи будет. Я хочу забрать этот глобус, тем более, это новое для нас, и у нас все шансы забрать этот глобус. Вторая цель, она основная, то есть у нас есть этапы Кубка мира, это, конечно, хорошо, но есть основная цель, это чемпионат мира. Я хочу также выиграть чемпионат мира 500 метров, потому что немного не получилось. Я должен добить эту цель, я должен ее выполнить. и весь тренерский состав знает, наша федерация знает, поэтому мы все вместе, каждый прилагает усилия, идем к этим целям двум. Денис, желаем только удачи, чтобы как можно чаще на пьедестале, на самой верхней ступени вы поднимались, и задачи не только выполнялись, а пусть они перевыполняются лучше. Вы оставьте сколько хотите, получите сколько надо. Спасибо огромное за сегодняшнюю беседу. Вам спасибо. С нами был Денис Никиша, мастер спорта международного класса по шорт-треку. Всем пока, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!